Российско-германские отношения имеют многовековую историю. Во времена Петра I немецких ученых, военных и ремесленников охотно приглашали в Россию и наделяли значительными привилегиями. Сегодня Германия один из приоритетных партнеров России. Модернизацию российской экономики сложно представить без участия Германии, без немецких машин, станков и оборудования. В этой программе мы расскажем, как немецкие компании развиваются в нашей стране, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, и как пандемия коронавируса влияет на их работу. Немецкая экономика будет падать очень сильно. Некоторые говорят минус 5%, ВВП, другие говорят даже минус 10%. В России, скорее всего, то же самое произойдет. Многие предприятия, особенно малый и средний бизнес, банкротятся. Много миллионов людей будут в обеих странах без работы, но после этого мы все поднимаемся и из крупных компаний мы не знаем ни одного, который намерен покидать российский рынок. Наоборот, мы чувствуем по-прежнему сильный интерес к российскому рынку, сотрудничество с российскими компаниями и интерес к локализации в России. Да, у людей будет на несколько лет, скорее всего, меньше доходов, но немецкий бизнес смотрит на долгие перспективы. Мы не англо-саксонский бизнес, который смотрит на биржи и на быстрый прибыл. У нас большинство членов палаты – это семейный бизнес. Там есть хозяин, и он или она думает о 10, 15, 20 лет. Как только экономика немножко набирает сил, опять, там будет добавляться много сотни миллионов и миллиардов евро. Это и касается фармакологии, она и сейчас очень востребована, мы не видим спарта в целом. Но это даже касается автопром, ситуация общая, рынок падает. У многих людей нет денег, чтобы купить новую машину, но все-таки мы увидим после какое-то время дальнейшие инвестиции. Volkswagen за последние годы клал больше полмиллиарда евро на заводы в России. Mercedes открыл в Московском области на 250 миллионов завод. У BMW есть немаленькие планы тоже. Они отложены сейчас, но это не значит, что они не реализуются. Мы в Миногинске на новой производственной площадке компании «Сенкель». Завод мощностью более 300 миллионов тонн готова продукции в год станет одним из крупнейших косметических производств в России. Новый этап инвестиций, более 20 миллионов евро, позволил увеличить мощности производства в полтора раза и почти в два раза расширить складские площади. На новых линиях выпускают шампуни, бальзамы и окислители красок для волос. Продукция поставляется во все регионы России и ряд стран СНГ. Эказемия коронавируса может изменить целые отрасли и модели поведения компаний и потребителей. Какие долгосрочные последствия несет пандемия для бизнеса в целом и для компаний «Сенкель» в частности? В связи с эпидемией все станет гораздо более удаленным. Мы не остановили производство, поскольку являемся системообразующим предприятием. Но смены заводские не пересекаются друг с другом, как это было раньше. В долгосрочном плане мы увидим значительное увеличение спроса на средства личной гигиены. Вообще тема гигиены получит совершенно другое звучание. И мы уже сейчас работаем над созданием новинок, санитайзеров, которые буквально в июне появятся на рынке. «Хенкель» в России уже 30 лет. За это время открыто 10 заводов. Более 2,5 тысяч сотрудников работают над тем, чтобы такие бренды, как «Персил», «Шварцкопф» и «Момент» были доступны потребителям. 30 лет – это примерно одно новое поколение. Появилось много потребителей с совершенно иными взглядами на жизнь. Потребители, которые хотят видеть осмысленные продукты, осмысленные бренды, которые несут в себе больше, чем некий функционал. И мы такие продукты создаем с меньшей упаковкой, с большим содержанием натуральных компонентов. Компания поставила перед собой задачу стать в три раза эффективнее до 2030 года. Снизить влияние на окружающую среду в три раза, при этом не уменьшая производительность. Устойчивое развитие является частью ДНК компании. На всех наших производственных площадках мы используем энергосберегающие технологии. Мы перерабатываем производственные отходы. То есть фактически у нас есть уже безотходные производства на ряде наших площадок. Какие планы на дальнейшее развитие? Мы глубоко локализованный бизнес. Это делает нас устойчивыми, особенно в кризисное время. Уже сейчас начинаем использовать полностью переработанный пластик в упаковке. И в этом году появится ряд продуктов. Это наши бренды «Шаума», «При», «Па», в производстве упаковки которых будет использован полностью переработанный локальный пластик. Возможности производственной площадки в Ногинске позволяют использовать энергию из возобновляемых источников, термальную энергию и энергию ветра. К 2040 году Хенкель планирует отказаться от всех ископаемых видов топлива в пользу альтернативных вариантов, не оказывающих влияния на климат. Сегодня логистическая компания – это многопрофильное предприятие. Основанное Вадимом Розенштейном немецкая компания «Виар Групп» занимается проектной логистикой, сертификацией и таможенным оформлением в России. Особенность заключается в том, что мы предлагаем эти услуги в одном ключе. У нас есть свой орган по сертификации, который аккредитован Росаккредитацией. У нас сейчас 11 представительств в 7 странах. В нашей компании более 70 сотрудников. Расскажите о крупных проектах, в которые вы были вовлечены. Недавно мы успешно реализовали проект СПГ Высоцк. Мы отвечали за таможенное оформление, занимались сертификацией. Все оборудование, можно сказать, привезли со всех континентов этого мира. Сейчас работаем над проектом «Артик СПГ-2», сертифицируем части Амурского ГПЗ, работаем с Афибским НПЗ, с Омским НПЗ. На самом деле мы много где представлены и очень активно на российском рынке развиваемся. А что Вы посоветуете иностранным компаниям, которые хотят сертифицировать их товары? Поставлю акцент на две важные вещи. Первое – нужно обозначить зону ответственности. Нужно понимать, какие сертификаты, какие декларации, какие схемы декларирования обязательны. А второе – нужно обращать внимание, чтобы соблюдались законы Российской Федерации. А именно официальный ВОЗ образцов. Вы должны обращать внимание, что производятся реальные испытания в аккредитованных лабораториях. Это очень важно. Если говорить в целом, какой вклад в развитие российско-германских экономических отношений вносит компания ВРГрупп? Несмотря на сложную политическую составляющую и уже актуально сложную экономическую составляющую, мы за то, чтобы бизнес производился легально, чтобы был успешный в эксплуатацию, чтобы логистика не опаздывала, чтобы таможенное оформление, ну и сертификация проходили, естественно, в срок. И основная наша задача – это соблюдать график поставок. VR Logistics стала логистическим партнером компании «Архбум» и отгружает более 100 машин в неделю из Калуги в страны Европы, в основном в Германию. Это позволяет компании ставить весь транспорт на круга рейс из Германии в Россию и оптимизировать логистику своим немецким заказчикам. Во время пандемии ВРГрупп заключила долгосрочные контракты с лидирующими федеральными сетями Германии и обеспечила работу своим сотрудникам во время кризиса. Дочерняя компания немецкой группы «Метакс» – производителя и поставщика специализированного уплотнительного оборудования «Метакс Нефтегазпром» работает в России, СНГ и Юго-Восточной Европе для нужд нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностей. Генеральный директор Штефан Фиткау живет в России уже 12 лет и хорошо знаком с российским рынком. Мы встретились, чтобы поговорить об особенностях локализации немецкого бизнеса в России. Ваша основная компетенция заключается в проектировании и производстве уплотнительных систем для нефтегазовой отрасли. Почему решили специализироваться на таком сегменте? Решение производить уплотнители и уплотнительные системы в нашей компании в Германии было принято 35 лет назад. «Метакс» работал по всему миру, кроме России и СНГ. В середине прошлого года было принято решение войти на российский рынок, потому что он стал очень важным и интересным для нас. «Метакс» искала управляющего в этот проект. Я перешел в «Метакс» и основал «Метакс» в России. Почему решили локализовать свое производство в России? Как проходил процесс адаптации немецкого подхода к бизнесу в российских реалиях? Мне известно, что многие из наших европейских конкурентов не локализуют производство в нашей отрасли. Но такой подход не будет работать в будущем. Ваш президент заявил в 2014 году, что Россия должна стремиться к независимости от зарубежных технологий. Это заявление стало недовусмысленным посланием для госкомпаний. Я сказал своим инвесторам в Германии, если мы хотим достичь долгосрочного успеха в России, мы должны не только ввозить наши уплотнители, продавать их, зарабатывать деньги, а затем возвращаться к себе, как поступают многие. Мы должны производить их здесь. Мы также должны инвестировать в технологии. Это станет залогом успеха. Назовите ваши основные проекты сейчас. С кем сотрудничаете? Мы работаем полгода. Это означает, что мы все еще находимся на этапе развертывания производства. Но у нас также имеются очень хорошие контакты с известными всем государственными компаниями в нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслях. На юге Москвы мы планируем создать центр обслуживания и ремонта для насосов. Мы также близки к началу партнерства с одной из крупнейших российских компаний. Речь идет о сверхпрочных уплотнителях для нефтегазовой промышленности. Вы имеете в виду в том числе сотрудничество с Роснефтью? С Роснефтью речь не идет о создании совместного производства, но мы находимся в процессе получения аккредитации. Как это отразится на вашей работе в дальнейшем? Если мы получим аккредитацию, то сможем участвовать в тендерах государственных компаний. Это означает для нас, что мы станем сотрудничать с крупнейшим производителем нефти в России, что позволит нам укрепить и усилить наши позиции на рынке. Коронавирус повлиял на работу компаний во всех отраслях. Как эта ситуация отразилась на вашем бизнесе? Я бы не сказал, что в России произошло полное закрытие бизнеса. На мой взгляд, может это прозвучит странно, Россия находится в спячке. Главные офисы компании, отделы закупок перешли на работу из дома. Я считаю, что работа из дома не может быть такой же эффективной, как личные встречи с клиентами. Мы с вами встретились сегодня, потому что это повышает качество общения. Удаленная работа влияет на наш бизнес, не ухудшает, но замедляет его. Мы могли бы достичь результата в апреле, а теперь, возможно, достигнем их в июне. Давайте надеяться на лучшее. Я верю, что Россия справится с этим кризисом. Концепция шеринга становится все более популярна не только среди потребителей, но и в B2B секторе. Один из примеров, который зарекомендовал себя в западных странах – пулинг оборотной тары или пулинг-палет. Пулинг подразумевает предоставление в аренду различного вида оборотной тары и оказание сопутствующего обслуживания. В мире, как сервис, он появился в середине прошлого века – в России с 2017 года. Бизнес-модель ЧЕП построена на основе экономики замкнутого цикла. Мы повторно используем все ресурсы максимально долго и максимально, возможно, снижаем влияние на окружающую среду. Все производители и ритейлеры, которые присоединяются к этому решению, используют многоборотную тару ЧЕП повторно много-много раз. ЧЕП доставляет палеты до производителя и собирает их у ритейлера. При необходимости поддоны восстанавливают. Это позволяет сократить общие издержки и следовать принципам ответственного потребления. В рамках этой бизнес-модели, когда ресурсы используются повторно, существенно снижаются отходы, влияние на окружающую среду, снижается выброс ЦВ2 в атмосферу и идет улучшение целой серии показателей компаний, участвующих в процессах, цепочек поставок. С точки зрения логистики снижается количество пустых километров, порожнего пробега автотранспорта. Компания ежегодно инвестирует в расширение сети пулинга многооборотной тары в России и стремится к снижению отходов. С точки зрения российского бизнеса, компания активно инвестирует в развитие инфраструктуры. Мы создаем сеть хабов по всей стране, чтобы услуги были доступны для всех производителей долгосрочных. Кроме того, активно компания инвестирует в персонал, в кадры, для того, чтобы лучшие практики и знания оставались в активы на российском рынке. Поэтому это возможность существенно увеличить объем инвестиций. Компания имеет долгосрочные многолетние планы инвестирования в инфраструктуру и для того, чтобы создать высококачественный сервис для всех ритейлеров и производителей товаров в российском рынке в соответствии с единым международным стандартом. И обеспечить бесперебойные поставки товаров в любое время, на любых масштабах, на протяжении многих десятилетий. Чтобы лучше понять современные требования к цепям поставок, компания делится опытом с российскими производителями, организовывая совместные туры в страны, где бизнес ЧЭП занимает лидирующие позиции, как, например, в Германии. Формально количество немецких компаний в России продолжает снижаться. По данным российско-германской внешнеторговой палаты, за последний год их число уменьшилось на 240 единиц. Сейчас на российском рынке присутствует около 4700 компаний из Германии. В 2012-м их было больше почти на 50%. Однако, как отмечают представители палаты, из России уходят небольшие игроки. Оставшиеся компании, наоборот, явно усиливают активность, причем в разных секторах экономики. Как говорят немцы, упорство и настойчивость все преодолеют.